Пасха. Что мы знаем об этом христианском празднике? Для многих Пасха – это куличи и яйца. Интересно, что выпекаются эти кондитерские изделия только один раз в году – на Велыгдень. Откуда же взялась эта традиция? Одним из наиболее возлюбленных культов язычников славян был культ плодородия. Они выпекали куличи формой, напоминающей мужские фалосы, называемые пасками. А женщины, занятые приготовлением этих кулинарных шедевров, имитировали над ними зачатие ребенка и беременность. А после все семейство должно было съесть Пасху в виде фалоса с белой глазурью, посыпанную семенами и обложенную яйцами ради плодородия земли, скотины, птицы и людей. При христианизации Украины-Руси славяне-язычники сопротивлялись учению Иисуса Христа главным образом в вопросах отказа от традиции поклонения богам их предков. Язычники старались сохранить особенные элементы и атрибуты их религии, привнеся свои обряды и обычаи в православную церковь, которая, в свою очередь, с конца X до конца XVIII века вела ожесточенную борьбу с языческими ритуалами. Обычай святить Пасхи стал компромиссом между православным духовенством и мирянами-язычниками, которые не хотели отказываться от традиций. Таким образом, свечение Пасхи якобы нейтрализовало ее магический колдовской эффект. Людей убедили, что можно кушать свеченые Пасхи, несмотря на то, что Пасха не является христианским символом. И более того, это идоложертвенное приношение, что строго запрещено в христианстве.